Приход — неотъемлемая часть жизни любого верующего человека. Но приход — также ворота, через которые в церковь входят люди неверующие. И для многих наших невоцерковленных соотечественников приход — это зерцало от церкви в целом. Это слова святейшего патриарха Кирилла. Накануне наши коллеги из Татарстана побывали в одном из старейших храмов метрополии. Престол Спасопреображенской церкви села Большие Кабаны освящал в 1560 году еще святитель Гурий. О современной жизни прихода его духовнике в следующем сюжете. Дата основания этого прихода — середина XVI века. На протяжении шести столетий менялись поколения людей, но приход всегда жил полноценной литургической жизнью. И сегодняшние прихожане ощущают нераздельную молитвенную связь с ушедшими в вечную жизнь прихожанами, которые являют собой приход небесный. На протяжении всего этого времени, в период богоборчества, войн, нестроений и междоусобной брани, молитвы прихожан Господу оберегали этот благодатный храм от закрытия. И сегодня приход молится на заупокойной литургии о подчившем в Бозе метрофорном протеерее Георгии. Из полувекового священного служения отец Георгий окормлял этот приход 25 лет. И под сводами этого чудного храма вы можете видеть не только прихожан, но и почитателей батюшки из разных уголков России. Годовщина со дня кончины одного из старейших священников нашей Казанской парки, протеерее Георгия Давыдова. Господь судил ему в последние годы служить в этом святом храме, который в далекие, очень далекие времена, осветил наш первый айерарх нашей Казанской церкви, святитель Гурий. Храм в те годы достался ему очень в таком неблаговидном виде. И то, что он сделал на этом месте, не только благоукрасил внутри, но и снаружи. И сейчас, мне кажется, по его молитвам Господь помогает делать этот храм, чтобы он был одним из красивейших храмов нашей епархии. Отец Георгий значит очень много для меня и для моей семьи. Где он бывал и с кем он общался, кого благословлял или по просьбам их проводил какие-то требы, везде он оставил неизгладимый след в сердцах этих людей. Незримо и промыслительно Богородица покровительствует приходу. В храме находится святыня – чудотворная икона Казанской Божьей Матери, чудным образом обретенная в XIX веке. О покровительстве Богородицы говорит следующий факт. За всю жизнь отец Георгий служил в двух храмах, где находятся чудотворные образы иконы Казанской Божьей Матери. И сегодня приход окормляет по благословению высокопреосвященного владыки Анастасия ермонах Паисий из Богородицкого мужского монастыря, где в 1579 году была обретена чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Молитва для усовших очень и очень необходима. И самое главное, не только в имени их памяти, но чтобы каждый день мы молились за наших наставников, которые были духовными отцами вашими. Поэтому никогда не забывайте молиться о тех людях, которые вас исповедовали, которые вас прочищали, которые вели вас по ферлистому пути идущего царства и местная. Благодаря усилиям батюшки Паисия приход продолжает жить полноценной литургической жизнью и проводить серьезную работу по организации приходской жизни. Мы попросили рассказать прихожанку храма, что сделано и что предстоит сделать. Сегодня наша главная и основная задача – это строительство воскресной школы. Мы создали при храме воскресный класс, куда ходят детишки, где-то 12-13 человек. У них непростые жизненные обстоятельства, ходят они с удовольствием. И вот мы приобрели участок под строительство воскресной школы. Дай Бог, с помощью Божьей построим школу, где будем учить детишек основам православной веры. И любви, терпения, взаимопонимания, всему тому доброму, чему должен стремиться человек.